Какой зикр лучше всего делать, когда человек впадает в грех? Очевидно, Пророк, алейиссаляту ассалям, учит нас. Это достоверный хадис в Сахиха-ль-Бухари, то, что называется «Сайиду-ль-Истихфар». «Сайиду-ль-Истихфар» – самая совершенная молитва для поиска прощения Аллаха. Если вы произносите эти слова, они являются вершиной в поиске прощения Аллаха, и предполагается, что их следует произносить один раз утром и один раз днём. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что значит «Сайиду-ль-Истихфар»? Знаете, когда у кого-то в жизни проблемы, кому он бежит? Он бежит к своему хозяину. Если у кого-то сейчас проблемы, куда бежать? Вы бежите к тем, кто выше вас. Вы бежите к королю. Вы бежите к президенту. Вы бежите к премьер-министру. Вы бежите к тому, кто может вам помочь, если в вашей жизни есть большая проблема. Когда мы совершаем грех, нам нужно бежать к Аллаху через «Сайиду-ль-Истихфар». Решение проблемы находится в «Сайиду-ль-Истихфар». Это совершеннейший вид зикра, когда нам нужно обратиться ко Всевышнему с мольбой о прощении. И тогда, вы знаете, что это за слова? Вы говорите «Аллахумма анта Рабби», «О мой Аллах», «Ты мой Господь». Вы говорите это «после греха» в контексте. Это означает, что «Ты мой Господь», «когда я совершил грех». «Ты мой Господь» до совершения греха. И «Ты мой Господь» после греха. Даже если я согрешил против Тебя, Ты все равно мой Господь. «Аллахумма анта Рабби, ла Иллаха, илла ант». «Нет Господа, кроме Тебя, достойного поклонения». «Холакута Ни, ва Ана Абдук». «Ты сотворил меня, я твой раб. Да, даже если я согрешил, я все еще твой раб». «Ва Ана Аля Ахдик, ва Ахдик, ва Ахдик, ва Ахдик, ва Ахдик, ва Ахдик». «Я стараюсь, стараюсь изо всех сил сделать то, что обещал, которым является «Я Кана Абуд». Это договор между нами и Аллахом о том, что мы поклоняемся Ему. «Я стараюсь изо всех сил, о Аллах». Вы видите слова «Сайидуль Истихфар». Когда вы произносите их и понимаете их смысл, и когда вы произносите их после греха «О Аллахи», вы почувствуете, как они будут погашать ваш грех. Вы почувствуете это, как будто бы колодной водой облили горячее сердце. Субханаллах. Вы говорите «Я Аллах, я ищу убежище в тебе, защити меня от зла, что я совершил». Поскольку, произнося из Истихфар, вы признаете, что это было злом. Вы говорите «Я Аллах, я знаю, что я сделал это зло. Аллах, защити меня от зла самого себя, собственного зла, которое я совершил». «Я признаю твою милость, оказанную тобой мне. Я признаю твою благосклонность и твое благо ко мне». «Я признаю свой грех». «Прости меня, я, Рабби, я прошу это от тебя, потому что никто не прощает грехов, кроме тебя. Кому мне обратиться?» Верующий знает, что нет спасения от Аллаха, кроме Аллаха Святого и Великого. Верующий знает, что нет спасения от своих грехов, от своего беспокойства, от своего бедствия и от своего положения. Нет спасения, кроме как через Аллаха Субханаху Аталя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова